Дарья Семирозубова собирается связать свою жизнь с политикой. Поэтому сегодня она среди слушателей семинара для кандидатов в наблюдатели на выборах. Девушка говорит, что хочет посмотреть на процесс изнутри. Роль наблюдателя важна, потому что молодые люди не верят в честность выборов. Люди не верят в открытость выборов. И, как я считаю, это мой долг, так как у меня очень много друзей. У меня очень много одногруппников, одноклассников, которые следят за моими социальными сетями. И я хочу рассказывать, что выборы – это честно, выборы – это справедливо, и на выборы нужно ходить. Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами – открытая структура, готовая взаимодействовать с общественными организациями, профессиональными объединениями, заинтересованными экспертами, инициативными и неравнодушными гражданами. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. В состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области, Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогики Самарского филиала МГПУ Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. Обучающий семинар для кандидатов-наблюдателей организовала Общественная палата Самарской области. Занятия проводят специалисты, которые хорошо знают избирательное законодательство, практику организации выборов. Ближайшие выборы в регионе состоятся 11 сентября 2022 года. Но возможность проголосовать появится, начиная с 9 числа в течение трех дней – пятницу, субботу и воскресенье. В этом году в Самаре избирают 13 депутатов внутригородских районных советов. Законодательство допускает присутствие на одном УИКе по три общественных наблюдателя, но не одновременно. Хотя на некоторых участках, особенно в Красноярском одномандатном избирательном округе номер 14, по два сменяющих друг друга общественных наблюдателя. Всего же по области на участках будут работать около 200 общественных наблюдателей. Мы стремимся сориентировать наших общественных наблюдателей на беспристрастную и ответственную добросовестную позицию при осуществлении наблюдения, чтобы они действовали в интересах всех наших избирателей, а не отдельных, например, партий и кандидатов. Семинары, предназначенные для участников общественного наблюдения за выборами, направлены на то, чтобы сформировать у членов всего полунаблюдателей объективное и беспристрастное отношение к выборам и воспитать у них стремление к участию в политической жизни. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков.